В эфире новости в студии Медат Халилов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске смотрите. Россия передаст незаконно осужденных Эльми умерого яхты Мачейгоза Турции. Без крыши над головой могут остаться сторонники российской власти в Крыму. Почему людей выселяют из домов? Миллионные убытки из-за двух комбайнов. Украинская компания судится с прокремлевским министерством Крыма. Осужденных в оккупированном Крыму представители Меджлиса Ахтема Чейгоза и Эльми умерого выдали турецкой стороне. Их забрали в Анапу, а позже самолетом отправили в Анкару. Сейчас узники Кремля уже в Турции. Обмен стал возможным благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита президента Турции Реджепы Эрдогана в Украину. Об этом в комментарии ЮА Крым рассказал адвокат Николай Полозов. При этом он отметил, что сами политзаключенные не просили о помиловании у Кремля. В Меджлисе уже заявили, освободить Ахтема Чейгоза и Эльми умерого удалось благодаря давлению мирового сообщества. Что касается самого процесса, могу сказать, что это, конечно, общая большая работа, юридическая, политическая, дипломатическая, которая привела к закономерному итогу. За последний месяц, насколько мне известно, президент Турции Реджеп Таид Эрдоган встречался и с Владимиром Путиным, и с Петром Порошенко. Я думаю, я не знаю, о чем шли переговоры, меня на них не приглашали, но я думаю, что вопрос решался именно в это время. Россия все дальше и дальше будет идти на, я хотел сказать, уступки, но будет идти на исправление своих преступных действий. Она будет вынуждена, пусть даже очень медленно, но исполнять законные требования международного сообщества. Ильми Умеров, Ахтем Чайгос, как и все другие политические заключенные, они незаконно пребывают за решеткой, они незаконно обвиняются. Узник Кремля Ильми Умеров прошел нелегкий путь. Сначала задержание и обыск, затем возбуждение уголовного дела и содержание психиатрической больницы для проведения принудительной экспертизы. А затем и сам приговор. Два года в колонии-поселении и два года запрета на публичную деятельность. Его обвинили в экстремизме за все время судебных заседаний. Его не раз увозила скорая в связи с плохим самочувствием. А вот Ахтем Ачайгоса, пророссийская эфемида, приговорила к восьми годам в колонии строгого режима. Его обвинили за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Во время судебных процессов ему пришлось пробыть два с половиной года в СИЗО. Освобождение Ильми Умерова стало неожиданностью для его родственников. Об этом рассказал его брат Феми Умеров. Говорит, семья не раз обсуждала возможное смягчение приговора, но уже даже перестала надеяться на освобождение. Очень неожиданно для нас всех он сам даже не подозревал, что такое может случиться, что его отправят с Крыма в другую страну. Это сегодня произошло в виде как спецоперации. Приехали люди, забрали его с больницы, увезли в Симферополь и теперь он благополучно находится в Анкаре. Конечно, это хорошая новость. В настоящий момент никакой связи нет. Украинскому активисту Владимиру Балуху продлили арест. Подконтрольный Кремлю суд оставил под стражей украинца до 16 января 2018 года. Прокурор заявил, что находясь на свободе, Балух может продолжить заниматься противоправной деятельностью. Хоть адвокат украинца настаивал, что законных оснований держать Балуха под стражей нет, сам активист считает дело против него политическим заказом. А единственным основанием для содержания за решеткой Владимир называет свое украинское гражданство. Напомним, ФСБ задержало Владимира Балуха в декабре прошлого года. Суд в Крыму назначил украинскому активисту 3 года и 7 месяцев колонии. Однако в начале октября дело Балуха отправили на дополнительное расследование. Фигуранты Симферопольского дела Хизбут Тахрир останутся под арестом до 11 декабря. Суд отклонил апелляционную жалобу на содержание под стражей Тимура Абдулаева. Пятерых крымских татар удерживают СИЗО уже около года. Всех фигурантов дела задержали после обыска в октябре 2016 года. Мать братьев Тимура и Узира Абдулаевых обратилась к Владимиру Путину с требованием отпустить сыновей. В письме Диляра Абдулаева призывает русского президента. Прекратить преследование крымских татар. Прекратить это насилие, унижение нашего народа. Чего вы добиваетесь? Всем известно, в Крыму нет никаких террористов, нет никаких организаций. Сфабриковываются организации, уголовные дела, выносятся сфабрикованные приговоры. Закрытое судебное заседание – это нарушение принципов гласности. Значит, боятся правды. Правозащитники работают над новой резолюцией ООН о правах человека в Крыму. Об этом сообщила руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Особое внимание уделяет проблемам политзаключенных и необходимости отмены запрета Меджлиса. Также на рассмотрении ООН вопрос доступа крымчан к украинскому образованию. Правозащитники обсудят механизмы защиты прав человека в Крыму, прекращение незаконного призыва в армию и военной пропаганды. Встречи и консультации с представительствами разных стран в ООН пройдут в Нью-Йорке. Санкции вынудят Россию оставить Крым и Донбасс, заявил президент Польши Андрей Дуда. Он убежден, санкции должны быть преследовательными. Тогда Кремль откажется от политики агрессии и прекратит аннексию Крыма и войну на Донбассе. Дуда также отметил, что именно Москва развязала военный конфликт на востоке Украины. И на Кремле лежит полная ответственность за оккупацию полуострова и все нарушения прав человека из-за этих событий. Севастопольские депутаты разрешили горожанам не выплачивать долги украинским банкам. Такой закон пророссийский парламент города принял на очередной сессии. Согласно документу, севастопольцы имеют право не возвращать деньги, если сумма не превышает 5 миллионов рублей. В гривнах это около 2,5 миллионов. Напомню, после аннексии украинские банки покинули полуостров. Замен был создан фонд защиты вкладчиков, который возвращал депозиты клиентам. Судебный процесс из-за двух комбайнов. Убытки от потери этих машин несколько миллионов. Пророссийские власти Крыма незаконно присвоили себе украинскую технику. Это существенно ухудшило дела успешной госкомпании. Подробнее о судах из-за комбайнов расскажет Елена Солонина. Эти два комбайна еще до аннексии принадлежали украинской национальной компании «Украгролизинг». В 2013 году их передали в пользование крымской сельскохозяйственной фирме. Срок договора истек, но техника осталась на полуострове в Первомайском районе. Акционерной компанией «Украгролизинг» еще в 2013 году был укладен договор с сельскохозяйственным предприятием «Колос» про сберегание двух комбайнов. И, несмотря на все листи, все прохания, после закончения сроку действия договора созначенного сберегания, предприятие вообще игнорувало любые требования «Украгролизинга» Комбайны не просто не возвращают, Россия их национализировала. Убытки «Украгролизинга» из-за утери этой техники оценивают в несколько миллионов гривен. Компания подала иск в прокуратуру, ведь договор обязывает предприятию «Колос» вернуть машины. Господарским судом Киевской области было задоволено цей позов. И сейчас, после отримания нами уже письмового решения, после вступа его в законосилу, будут вживаться действия, что до реального выполнения зазначенного решения будет следоваться все майно до ее боржника, будь-якие рахунки, чтобы полностью стягнуть зазначенную сумму на корызь державы. Миллионные убытки существенно повлияли на работу успешной ранее украинской компании. «Украгролизинг» не раз обращалась к должнику. Но подконтрольная Кремлю Минагрополитики Крыма обязал «Колос» передать технику в собственность крымских предприятий без уведома украинской стороны. Майно, которое передавала национальная акционерная компания «Украгролизинг», национализовано на користь уряду Автономной Республики Крым. Министерство аграрной политики и плодовольства Автономной Республики Крым обязал дочернее предприятие «Крымагролизинг» переукласти договоры финансового лизинга на свою користь с всеми господарствами на территории Автономной Республики Крым. Хозяйственный суд Киевской области обязал виновных вернуть комбайны и выплатить неустойку. Хотя гарантировать, что Россия исполнит решение украинского суда невозможно. Но прокуроры уверяют, будут искать способы привлечь виновных к ответственности. Ирина Солонина, Юрий Анисимов, новости ЮА Крым. В Киеве почтили память дважды Героя Советского Союза, выдающегося летчика Аметхана Султана. Мероприятие приурочено ко дню рождения героя. Люди собрались у монумента легендарного крымского татарина в Киеве на Аллее Славы. К бюсту возложили цветы и прочитали дуа, массовую молитву. Он герой своего времени, герой нашего народа. Но очень многое сделал он не только для нашего народа, можно сказать, что и для всей Европы. Для меня это очень уважаемая личность. Кто не знает, да, он герой войны, многого достиг. Пришел почтить память этого человека. Очень горжусь, что есть в нашем народе такие люди. И надеюсь, что... Не надеюсь, я в этом уверен, что и сейчас такие есть. Аметхан Султан дважды герой Советского Союза. Он был представлен и к третьей звезде за спасение крылатой ракеты во время испытаний. Но тут решающим фактором сыграла национальность летчика. Советская власть не могла допустить, чтобы крымский татарин был трижды героем. Одних из известнейших подвигов летчика был таран немецкого бомбардировщика, на борту которого было три тонны боеприпасов. Тем самым Аметхан спас город от бомбежки. Также Аметхан Султан участвовал в полетах на невесомость с первыми космонавтами. Там и началась дружба с Юрием Гагарином. Во время войны я совершил 603 боев вылета. Сбил 49 самолетов. Класс остался жив, значит, то время самолеты, на которых я летал, были хорошие. На этом я прощаюсь с вами. В студии был Медат Халилов. Смотрите нас по будням и подписывайтесь на ЮАК Крым в фейсбук. Далее тема дня с Георгием Спасакукотским. Георгий, здравствуй. Расскажи, кто сегодня у тебя в гостях и о чем будете говорить? Сегодня у меня интереснейший гость, крымский историк Александр Севастьянов. Он как историк, он безэмоционально относится к таким явлениям, которые происходят сейчас. Он видит во всем какие-то определенные тенденции. И мы поговорим о тенденциях крымской автономии. И да-да, крымской независимости бывали и такие страницы в истории Крыма. Мы увидимся через минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин